Здравствуйте! Христос Воскресе на библейский портал Экзекет поступил вопрос. Можно ли причащаться из одной чаши во время эпидемии? Прежде всего нам надо понять, что чаша единая, и единой чаши мы причащаемся, даже если в храме, в многоклирном храме несколько батюшек выходят и причащают из трех чаш, или знаю такие очень большие приходы, где даже из семи, из десяти чаш параллельно священники в разных уголках храмы причащают, потому что много-много причастников. Но тем не менее все причащаются едины чаши. Более того, в городе, например, может быть 500 храмов, и в каждом из них литургии в этот день воскресный. И тоже разные чаши, по идее. Нет, единая чаша. И более того, в 2021 году, 2020 нынешнем году, 2019 и в тот момент, что и на Тайной Вечере, все равно чаша едина. Потому что, когда мы причащаемся тело и крови Христовой, мы причащаемся другой реальности, реальности вечной. Мы соединяемся с Богом, который времени не под властью. Поэтому в любом случае, когда бы мы не причащались, как бы мы не причащались, мы причащаемся единой чаши. Однако, в то же время, мы пока еще соединены наше тело и душа, то есть человек еще не умер, потому что в этот момент разделяется его тело и душа, то мы, конечно, подвержены заклоном природы и законом времени. И поэтому, конечно, технически мы можем обсуждать некоторые вопросы. Вот одна чаша, две чаши, лжицы и так далее. И здесь, конечно, можно сказать, что причащаться из одной чаши можно, но лучше соблюсти некоторую безопасность. В чем проблема? Конечно, когда ты причащаешься тело и крови Христовой, ты причащаешься хлеба жизни и воды жизни. Это очень важные образы из Евангелия от Иоанна, которые даны еще у Евангелист Иоанна. В отличие от других трех Евангелистов, он не повествует о тайной вечере, о преломлении хлеба, о преподаче, вина Господом, о том, что он их назвал тело и кровью. Но он говорит слова Христа. «Аз есмь хлеб жизни, сошедай с небес». Господь хлеб жизни дает нам свое тело, как раз это для жизни вечный. В том числе мы всегда молимся и повторяем перед причастием вместе со священником, что мы причащаемся в оставлении грехов и в жизнь вечную. И действительно, мы причащаемся, тоже повторяет священник, в исцелении души и тела, потому что причастие таинства – таинство. Если таинство исповедения не имеет отношения к нашему телу, а таинство соборования, оно больше, как раз мы просим у Господа, снисхождение для телесных наших нужд, то причастие, оно имеет универсальный характер, потому что сам Господь, Он всеобъемлющий, всеохватывающий, всемилущий. Другое дело, можно получить некоторый ущерб, когда ты контактируешь уже с священными предметами, потому что мы знаем, в лабораторные исследования замерялись, что прикладывающие к иконе, на иконе остаются следы бактерии. Берешь прикасающие лжицы, на ней тоже остаются. Кроме того, есть некоторые благоговейные отношения, священник это не видно, но после службы он всегда берет и замывает тщательно чашу кипятком, все протирает, вымывает, вымывает лжицу, то есть натирает ее платом. То есть зачистка чаши и лжицы – это норма для жизни священника. Но сейчас эта норма, она вошла и в жизнь мирян, потому что по распоряжению священноначалия дезинфицируется. Лжица, окунание в спирт, протирается она платом перед следующим человеком. Потому что, конечно, можно причащаться из одной чаши во время эпидемии, но надо быть аккуратным в остальных вещах, потому что очень важные слова написал нам апостол Павел. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господне недостойно, виновен будет против тела и крови Господне. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают». Конечно, мы всегда должны толкование начинать с душевного, и поэтому мы должны помнить, что, конечно, есть некоторое недостоинство, то, что вот какое-то множество наших грехов, нераскаянные подошлись, или самое главное, непримиренные, как Господь нас предупреждает в Евангелии от Матфея в пятой главе, что прежде, конечно, чем в жертве участвовать Богу, надо примириться. Но точно так же от Бога отделяет, мы помним, что отделила от Бога Дениц, предводитель ангельского воинства, гордость. Поэтому, если человек идет по гордости, идет и по гордости думает, «Ой, я сейчас возьму и приду, там, позаражаю окружающих, и Господь меня, тем не менее, благословит через причастие тела и крови Христовой». Нет, Господь может наоборот сказать, «Безумец, ты идешь не потому, что любишь Бога, не потому, что любишь ближнего, а правда, можешь кому-то навредить». Поэтому лучше быть аккуратным, потому что Господь через апостола Павла предупреждает. В любом аспекте, если ты подошел к причастию недостойным, можешь заболеть и, увы, даже раньше отойти на суд Божий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok